Каждый из нас хоть однажды, но сталкивался с гриппом. Оно и неудивительно, ведь грипп – одно из самых распространенных инфекционных заболеваний, способное приводить к массовым вспышкам и даже эпидемиям, что и происходит ежегодно. К счастью, на территории города Бреста и Брестского района в настоящее время эпидемическая ситуация по заболеваемости гриппом и прочими острыми респираторными вирусными инфекциями благополучна. Немалую роль в этом сыграла вакцинация. Всего в предэпидемическом периоде 2013-2014 года привито против гриппа более 120 тысяч населения Брещины. Чтобы избежать, есть специфические и не специфические методы. Не специфические методы – это всем известное закаливание, это профилактические мероприятия, прием витаминов. Специфические, как я уже отметила, это выполнение прививки против гриппа, иммунизация. Однако нестабильные метеорологические условия и, возможно, непогода не дают нам забывать о том, что мы все-таки можем заболеть, если не гриппом, то другими различными вирусными инфекциями. И поэтому стоит помнить, что наряду с прививками все-таки и следует поддерживать свой организм иммуномодуляторами, иммуностимуляторами. Не исключено использование природных фитонцидов, то есть лук, чеснок, морковь – это никто не отменял. Но следует помнить, что даже имея защиту от гриппа, подхватить недуг, вызванный другими возбудителями острых респираторных вирусных инфекций, несложно. Очень важно отличать грипп от ОРВИ. Это близкие друг к другу заболевания и по способу заражения, и по основным проявлениям. Однако это не одно и то же. Грипп вызывает значительно большую интоксикацию. Часто протекает тяжело и приводит к различного рода осложнениям. Основные симптомы гриппа – резкое и значительное повышение температуры до 38-40 градусов, слабость, головная боль, ломота в теле. Обычно на второй-третий день заболевания появляются боли в горле и насморк. Температура держится от 3 до 5 дней. Если же заболевание началось с насморка, боли в горле, кашля на фоне повышенной температуры, речь идет не о гриппе. Скорее всего, возбудителем является другой вирус. Заболел как? Был на работе, погодные условия были, дождь шел там, температура воздуха поменялась, с хвостняки пошли, вот заболел. И вот лечусь по назначению врача. Таблетки принимаю. Сейчас немного легче стало. Здоровье – это самое ценное, что есть у человека. А значит, и позаботиться о нем следует заблаговременно. Ведь проще болезнь предупредить, нежели потом лечить. Фраза всем известная, но порой не всеми соблюдающаяся. Редактор субтитров А.Семкин